Это программа «Потенциал». Государственный центр судебных экспертиз проводит более 48 видов судебных экспертиз. Во-первых, в структуре госцентра судебных экспертиз состоит из 11 экспертных структурных подразделений и 3 структурных подразделений. В основном это проводятся экономические экспертизы, автотехнические экспертизы, криминалистические экспертизы, пожаротехнические экспертизы. Я не буду сейчас перечислять все виды экспертиз. Это в основном классические виды экспертизы. В среднем в ГЦС каждый год производит около 7 тысяч экспертиз. Наибольший пик по количеству производства экспертиз был в 2008 году, когда за год было проведено 18 тысяч экспертиз. Уменьшение количества экспертиз это связано прежде всего с открытием частных экспертных организаций, которые производят экспертизы по гражданским и административным делам. В этом году было проведено около 7 тысяч экспертиз. Наибольшие частые назначаемые экспертизы это автотехническая и транспортно-троцологическая экспертизы. В год они проводят по полтора тысячи экспертиз. Далее троцологическая экспертиза порядка тысячи экспертиз, почерковеческая 600 экспертиз. Экспертиза наркотических средств порядка 550. У нас в настоящий момент открылись три новых отдела. Это компьютерно-технических экспертиз, видеозвукозаписи и психолого-лингвистических экспертиз с компонентом религиовической экспертизы. Однако в данных отделах производство экспертиз в настоящее время не производится, поскольку эти отделы были открыты в конце 2015 года, в сентябре месяце. И в настоящий момент эксперты проходят стажировку. И однако, почему, вы можете задать вопрос, почему именно до сих пор они не производят экспертизы. Это прежде всего связано с финансированием, которое у нас было ограничено. Дело в том, что в том году, в 2016 году, у нас было ограничено финансирование, и мы не смогли экспертам дать соответствующее обучение в аналогичных экспертных организациях. Поскольку это новые виды экспертиз в Крымской Республике, и нет, кроме них, у нас экспертов нет в Республике. В связи с этим необходимо обучение этих экспертов в Российской Федерации, либо в Казахской Республике. В связи с этим возникает вопрос. Дело в том, что, например, судебных экспертов, насколько я знаю, обучают в Крымской Республике и в Крымской Республике и в Крымской Юридической Академии. Вы с ними как-то контактируете для того, чтобы они готовили специалистов, в которых у вас есть потребности? Дело в том, что именно в Славянском университете именно готовят по классическим видам экспертизы. Это почерковеческая экспертиза, дактилоскопическая экспертиза, экспертиза документов. А именно конкретно по узким направлениям в этом университете они подготовку не ведут. И в любом случае, когда эксперт, вернее, студент, окончивший университет, вернее, да, выходец, да, он приходит к нам, он заново проходит у нас стажировку и проходит, как бы, сертификационную комиссию, где он задает экзамен на получение сертификата компетентности на право производства, самостоятельного производства экспертизы. Но при этом желающие, каково их количество, скажем, есть, как бы, желающие найти на вакансии вот экспертов? Ну, дело в том, что именно с этого вуза к нам поступили, у нас очень много именно студентов, которые учились в Славянском университете и которые сейчас в настоящее время работают экспертами, почерковедами, в экспертизе документов, в баллистической экспертизе, в трассологической экспертизе. Ну, в данный момент, в настоящий момент в этих отделах, как бы, вакантных мест нету, и мы нуждаемся в экспертах более узкой специальности. Вот, например, эксперты автотехники, эксперты пожаров, взрывотехники, эксперты химики по исследованию наркотиков. По вашим наблюдениям, например, разные годы, например, виды потребности, ну, как бы, в тех или иных видах, она меняется, скажем, если вы сказали, например, что больше, например, в последнее время в автотранспортных, да, там, трассологических видах, экспертизах потребность больше, то, например, в предыдущие годы была ли такая же высокая потребность в них или нет? Нет, вот именно сколько лет я вот наблюдаю, уже сколько, 20 лет и больше 20 лет, все-таки передовое, намного больше часто назначаемые экспертизы именно в этих отделах. Ну, и там дальше основные виды, это меньше, там, пожаров, взрывотехнических, например, где-то около 100-150, по экономическим экспертизам они в год проводят где-то порядка 250-260 экспертиз, строительно-техническая около 300 экспертиз. Я предполагаю, что, ну, поскольку вы сказали, что вот именно автотранспортные экспертизы больше, к вам, наверное, обращается, скажем так, патрульная служба за экспертизами или какие организации к вам обращаются вообще за проведение экспертизы? Это правоохранительные органы и судебные органы. Это УВД города Бишкек, административная практика обращается к нам, ну, и по областям. В основном Ухчуйская область, Джалабадская область, Ожская область. У нас есть два филиала, он находится в южном регионе и в северном регионе, то есть в городе Ож и в городе Балахчи. Там тоже есть, в настоящий момент в Балахчинском филиале есть один эксперт-автотехник, но в Ожском филиале сейчас как бы готового эксперта с сертификатом компетентности нет. В связи с этим многие исследователи жалуются, что мы подготовили эксперта-автотехника. В настоящий момент эксперт-автотехник стажируется, но сертификат компетентности еще не получил. Я думаю, что уже его приняли полгода назад, и, во-первых, стажировка где-то около года. И в ближайшее время, я думаю, что через 3-4 месяца эксперт получит сертификат компетентности, и мы тогда закроем уже наш южный регион, то, что не будут приезжать следователи именно Сожской, Джалабадской области, а будут именно приезжать в Ожский филиал и там назначать производство этих экспертиз автотехнических. То есть, скажем, в других областях, скажем, в Таласской или в Джалабадской области, ваши эксперты выезжают тогда, получается, в командировку и так далее, чтобы проводить экспертизы? Да, наши эксперты выезжают в командировку. В этом году было организовано так, чтобы каждый эксперт из автотехнического отдела, они по 2 месяца находились в командировке в городе Ож и менялись. То есть, все 10 человек в отделе, они были по 2 месяца. И поскольку вот сейчас у нас опять как бы финансовые ограничения, вот в настоящий момент нету там эксперта автотехника, и мы планируем после того, как у нас получат, ну, откроют нам счет на командировочные расходы, тогда мы тоже либо направим эксперта автотехника из автотехнического отдела, либо именно уже подойдет время, когда сам эксперт-автотехник-стажер получит сертификат компетентности, если он будет готов, и он уже будет полноценно там работать. Скажем, международная организация, когда помогает вашему центру судебной экспертизы, в каком виде заключается тогда их помощь? У нас вот самый потенциальный такой донор – это Организация Объединенных Наций, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. В этом году, за год вернее, они провели реконструкцию нового здания ГЦС, где они затратили где-то около 650 тысяч долларов, и 25 января, буквально на следующей неделе, будет официальное открытие этого нового здания и в последующем дальнейший въезд экспертов в это здание. Но, однако, все равно площадь маленькая, и поэтому все эксперты, все экспертные отделы в этом здании не смогут разместиться. Буквально где-то 2-3 отдела, я думаю, что останутся в старом здании. Вы упомянули, что наши эксперты стажируются, ну, как бы получают еще обучение, например, в России, но кроме этого, у вас какие-то международные связи налажены, например, выезжать, скажем, например, где-то, получать, скажем, опыт работы, например, там, в Европе, там, в Азии, где-то вот такие связи есть у вас? Вот как бы мы сейчас планируем, во-первых, с Институтом судебной экспертизы Эстонии, буквально вот в 2016 году летом приезжали к нам коллеги, вот, по проекту Министерства иностранных дел, они оказывали нам маленькую финансовую, как бы, поддержку, и коллеги приехали, они посмотрели на наши условия, во-первых, вначале мы поехали в Институт судебной экспертизы Эстонии, тоже посмотрели, как они работают. И в настоящий момент мы как бы хотим составить сотрудничество именно через партнерство эстонских коллег, мы хотим выйти на Европейский Союз, именно на проект Европейского Союза, чтобы получать оттуда какую-то помощь, грантовую помощь, ну, какую-то поддержку. И это как бы и обмен опытом наших экспертов с западными, получается, экспертами, с европейскими экспертами. Ну, наши эксперты в 2015 году были в Центре Российской Федерации экспертизе, тоже проходили там недельную, двухнедельную стажировку, были в Казахской Республике. Но этого недостаточно, поскольку мы видим, где же все-таки уровень больше, и мы хотим знать именно про современные методики исследования при производстве экспертиз. Больше как бы хотим, чтобы было развитие в судебной экспертизе, в теории судебной экспертизе. Поэтому нам нужно везде общаться, со всеми дружить. Я просто знаю, что сейчас вот для нас становится актуальным вопрос информационной безопасности в этом отношении. Как у вас развивается экспертиза? Вот я уже упомянула, что именно у нас был создан компьютерно-технический отдел, это вот как раз-таки с кибербезопасностью. Но в настоящее время, поскольку они, эксперты, не получили, сотрудники этого отдела не получили соответствующее обучение, они сейчас не проводят экспертизы, они могут проводить по некоторым только исследованиям. Исследования, и это как бы в плане, как выносится заключение специалиста. Вот, ну мы надеемся, что в 2017 году государство нам открыло как бы бюджет на именно обучение сотрудников. И планируем, что буквально в апреле, в мае месяце мы будем отправлять наших сотрудников в Казахскую Республику. Поскольку до этого мы уже с казахской стороной, с руководством института экспертизы разговаривали, и они дали добро о том, что в рамках нашего сотрудничества именно обучение будет бесплатным. А вот концепция развития судебно-экспертной деятельности, что она предусматривает? Это концепция 2015-2018 года. Здесь именно предусматривает прохождение, подготовка к аккредитации по международному стандарту ИСУ-17-025, по улучшению материально-технической базы госцентра судебных экспертиз, открытие новых видов экспертиз. Это экспертизы ДНК, автотовароведческой экспертизы и экологической экспертизы. Но, однако, все упирается в деньги, поскольку для открытия, для проведения экспертизы ДНК необходимо 600 тысяч долларов. Для экологической экспертизы тоже 600 тысяч долларов. Ну, автотовароведческой там чуть-чуть поменьше. Ну, конечно, это только то, что на комплект, на оборудование. Нам необходимо, конечно, еще и помещение. Это еще вот здания, лаборатории, это еще. Ну, в принципе, мы когда вот сами свой подсчет ввели, где-то около трех миллионов долларов необходим, чтобы мы могли уже полноценно работать. И у нас были лаборатории, современные лаборатории, и соответствовали стандартам, международным стандартам. А какого рода еще поддержка оказывается для вашего центра судебной экспертизы? Ну, вот я уже говорила, что основной у нас потенциальный донор – это управление по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций. Кроме того, что реконструкцию здания, они еще как бы устраивали для нас тренинги по обучению аккредитации, ну, вот по международному стандарту 18.0.25. Конечно, еще посольство Америки, оно оказывает нам поддержку, она всегда нам оказывала поддержку. В настоящий момент они как бы тоже оказали поддержку в приобретении офисной мебели. И в дальнейшем, в 2017 году, планируется закупка аналитического оборудования для некоторых отделов. Поскольку вот именно переезд со старого нашего здания в новое здание, оно повлечет еще и, конечно, негативы. То аналитическое оборудование, которое у нас есть, при переезде может прийти в негодность. Понимаете, поэтому мы очень боимся из-за того, что мы сможем, мы можем потерять это оборудование. Ну, нам вот в прошлой программе вы анонсировали, что да, вы собираетесь переехать в новое здание, ближе к концу января. То есть вы еще сказали, что вам не хватает лабораторий, например, для создания дополнительных экспертиз, скажем, экологической там и других видов. У вас, то есть вот это даже новое здание не покрывает всех ваших потребностей, получается, так? Да, оно не покрывает всех наших потребностей. Мы даже с нашим составом, именно госцентром судебных экспертиз, в это здание не вмещаемся. Но вы на перспективу, например, можете, например, с учебными заведениями, высшими учебными заведениями, как бы договариваться или как бы готовить, чтобы они готовили вам специалистов по этим видам экспертиз, которые вы собираетесь ввести в будущем? Вот в будущем у нас, во-первых, в том году мы как бы сотрудничество у нас есть со славянским университетом, было подписано сотрудничество с юридической академией, с техническим университетом имени Розакова. И, конечно, мы уже разговаривали с турецким университетом МАНАСС о сотрудничестве, поскольку именно в этом турецком университете имеется много лабораторий и современных лабораторий с современным оборудованием. Наши эксперты очень заинтересованы в этом и хотели бы тоже, чтобы было между нами сотрудничество. Мы сейчас как бы готовимся к этому, чтобы какие-то, может быть, лабораторные исследования мы могли проводить именно в лаборатории университета МАНАСС. Хорошо. Ну и, скажем так, уже как бы делая заключение о нашей сегодняшней передаче, вам слово для того, чтобы вы сказали самое важное, вот людям, в чем заключается деятельность Государственного центра седоребной экспертизы? Государственного центра. Во-первых, основными функциями это проведение криминалистических, инженерно-технических, экономических экспертиз, осуществление и разработки основных направлений по проведению научных исследований в целях развития и совершенствования методик, производства различных видов судебных экспертиз. Конечно же, оказание правоохранительным органам методологической и методической помощи. И самое еще основное – это подготовка кадров в судебной экспертизе. Мне заинтересовал такой вопрос, вы сказали еще по научной части. Вы взаимодействуете, скажем, с научными организациями, с той же Академией наук или, может быть, с какими-то научными подразделениями в отношении о науке методики? Или у вас этот этап как бы в планах только? Нет, дело в том, что 8 лет назад наши эксперты, они как бы вели научно-исследовательскую работу. Здорово. Ну, просто уже как 8 лет назад, как бы эта функция, она у нас хромает. Во-первых, может быть, связано то, что у нас нет подходящего аналитического оборудования современного, да. И поэтому мы в этом году хотели бы возобновить это. Подали заявку на грант в Академию наук. Ну, сейчас ждем ответа, потому что нужно необходимо, для того, чтобы эксперты занимались наукой, да, необходимо их стимулировать. Поэтому мы как бы решили подать эту грантовую заявку. В этой заявке, кроме того, что будет какая-то вот помощь оказывается, ну, как заработная плата, да, вот экспертам хоть минимальная, но все-таки, да. И, кроме того, еще будет приобретение, возможность приобретения какого-то аналитического оборудования. Наше аналитическое оборудование на настоящий момент – это буквально 30-летние, 40-летние давности. Мы, тем более, вот смотрите, у нас экспертиза ДНК во всех республиках, в Казахстане, да, и в России уже проводят эту экспертизу. Единственное вот то, что, честно говоря, стыдно, когда вот у нас спрашивают, а у вас есть экспертиза ДНК, геномная экспертиза, мы говорим, нет. И экологической экспертизы нет. И вот, конечно, вот этот момент, особенно вот даже когда взрывы были, вот в посольстве Китая, да, было очень так, когда к нам обратились следователи о назначении взрывотехнической экспертизы, мы не смогли именно провести взрывотехническую экспертизу, поскольку у нас нет этого оборудования, которое необходимо для проведения взрывчатых исследований. Ой, исследований по взрывчатым веществам, по взрывным устройствам. Поэтому нужно в самую первую очередь улучшить материально-техническую базу госцентра судебных экспертиз. Да, что-то мне на ум приходит такая пословица, когда говорят, когда они кормят свою армию, то получается, что будут кормить друг чужую армию. Ну, вот видите, честно говоря, о нас вспоминают после того, когда вот проходит теракт, да, вот самолет, например, упал, да, вот тогда вспоминают про судебную экспертизу. А так у наших экспертов, во-первых, заработная плата, она маленькая, и почему у нас тоже отток кадров уходит? Вот они к нам приходят, учатся, проходят стажировку. Чтобы подготовить одного эксперта, необходимо как минимум пять лет. Понимаете, это вот большой очень такой труд, и после пяти лет, и обидно, когда эксперты просто уходят в другие организации, даже не в экспертные организации, а просто уходят в другие организации, где заработная плата, она выше. Да. Так что вот. Ясно. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что сегодня нам очень содержательное и интересное интервью. Участвовала Гадырова Аида Абукарбековна, она является заместителем директора Государственного центра судебной экспертизы. И несколько слов в заключении нашей передачи, в каких случаях и по каким контактным данным могут обратиться граждане в случае возникновения необходимости проведения судебной экспертизы. Ну, наш телефон 30 32 82. Это вот наш телефон. Можете обращаться прямо ко мне 30 32 78, и по любому вопросу я могу ответить на этот вопрос. Либо по телефону доверия Министерства юстиции. Спасибо большое. На этом мы завершаем нашу передачу «Потенциал». И еще раз хочу напомнить, что в нашей сегодняшней программе участвовала Гадырова Аида Абукарбековна, она является заместителем директора Государственного центра судебной экспертизы. И для наших слушателей, которые позже подключились на нашу программу, я напоминаю, что видеоверсию этой передачи вы сможете посмотреть на сайте mediamanas.kg и на нашем YouTube-канале телеканала МАНАС, mediamanas.kg. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok